Всем респект, братва! С вами Марадёж 120 Гигабайт, и сегодня мы снова с вами поговорим о великолепной игре нашего отечественного производства, которая должна пробудить в нас с вами патриотический дух и веру в российский геймдев. Я, конечно же, говорю о игре СМУТА. Не поняли, да? Это Россия! Последний ролик про эту игру вышел уже достаточно давно, и появились новые подробности, которые мне хотелось бы вам рассказать и с вами обсудить. Кроме того, многие меня упрекали в комментах под предыдущим видео в том, что я не сравнил бюджет игры с другими играми, а просто почём зря упрекал СМУТу в том, что она выглядит дёшево, имея при этом не такой уж и крупный бюджет. Об этом мы тоже поговорим. Плюс обсудим перенос игры, боёвку, новые геймплейные ролики, предзаказ СМУТы за рубежом, и почему разрабам внезапно надо выразить респект, и при этом я всё ещё не советую предзаказывать эту игру. Ну а перед этим традиционно скажу, что самые уважаемые люди подписываются на Твич и Телегу, чтобы общаться не только в комментариях под видео, но и на стримах, а также быть в курсе новостей канала и игровой индустрии. Не забывайте также ставить лойс, подписываться на канал и писать комментарии, чтобы Ютуб расчехлил свои проклятые алгоритмы, которые с ней пнуть не заработают. Ну а мы наконец начинаем, погнали! Сразу скажу, что моя позиция особо не изменилась. Не надо делать призаказ СМУТы. Игра выглядит крайне смутно, и меня всё ещё терзают смутные сомнения насчёт её качества. И в этом ролике я продолжу вещать именно с этой позиции. Однако я всё ещё постараюсь оставаться объективным, и положительные моменты тоже обязательно отмечу. Давайте начнём с бюджета игры и сравнения с другими играми, дабы расставить все точки над «ы» сразу. Напоминаю, что на данный момент известная нам сумма бюджета — это полмиллиарда рублей или примерно 5-6 миллионов долларов. Не факт, что эта сумма является окончательной, но будем отталкиваться от неё. И если взять этот бюджет и бюджет проектов, с которыми игру сравнивают, получится, что смута была намного дешевле. Например, бюджет Kingdom Come Deliverance — 36,5 миллионов долларов, что в 6 с лишним раз больше, чем у смуты. Ещё одна игра, которая была в референсах, эксклюзив от Sony — Ghost of Tsushima. И её бюджет уже 60 миллионов долларов. Бюджет третьего Ведьмака, с которым тоже любят сравнивать игру, 30 миллионов долларов плюс 35 миллионов было потрачено на рекламу, то есть суммарно 65. И даже если взять второго Ведьмака, то там бюджет был 10 миллионов долларов, и это в 2010 году, не забывайте про инфляцию, сегодня игра бы стоила дороже. Как вы видите, все эти игры намного дороже, чем смута, и дурачку понятно, что никто в здравом уме не ждёт от смуты качества этих хитов. Но я объясню, почему вообще эти игры сравнивали, и на самом деле виноваты тут сами разрабы. Если Kingdom Come Deliverance приходит на ум просто потому, что тоже является исторической игрой, то вот на Ведьмака 3 и Ghost of Tsushima разрабы ссылались сами. Вот, например, Алексей Копцев, основатель студии Siberia Nova, в интервью навигатору игрового мира называет смуту не иначе как Ghost of Tsushima а-ля-рус. Да вы что, там охуели что ли? Во-первых, потому что Ghost of Tsushima тоже исторический экшен с минимальным налётом мистицизма. Во-вторых, разработчики часто говорили, что вдохновлялись боевой системой призрака Цусимы. О ней мы, кстати, обязательно позже поговорим. А с третьим Ведьмаком история вообще призабавнейшая, и она снова связана с боёвкой. Дело в том, что какой-то СММщик гений на странице игры смута в ВК от лица официального комьюнити игры заявил, что боёвка в Ведьмаке чудовищная, и у них точно будет лучше. Сами понимаете, что именно после таких заявлений игру и стали воспринимать как ответ Ведьмаку, и теперь требуется разрабов отвечать за слова. Всё. Но если отбросить все эти шутки и рассуждать здраво, то понятное дело, что смута это не уровень ААА-игры, который бы хотели видеть сами разработчики. Даже если бюджет увеличится со временем в два раза, в любом случае сравнивать её с ААА-проектами нерационально. А вот с чем же её можно сравнить? Ну, к примеру, Gritfall от Spiders. И несмотря на то, что игра не хватала звёзд с неба и получила весьма сдержанные оценки, посмотрите, как выглядит геймплей, посмотрите на трейлеры и ответьте мне на один вопрос. Почему игра пятилетней давности с таким же бюджетом выглядит во всём лучше, чем смута? Надеюсь, это риторический вопрос. Простите, что пришлось давать такой развернутый ответ на претензии с комментариев, но мне просто очень хотелось прояснить этот момент максимально. Теперь давайте обсудим переносы игры и почему это на самом деле мало на что влияет. Начнём с того, что перенос в целом был ожидаем, хотя бы потому, что за месяц-два до релиза мы всё ещё не видели полноценной геймплейной демонстрации. Разрабы показывали нам какие-то отрывки, какие-то катсцены, но всё это совсем не складывалось. Полноценный геймплей не давал нам вообще никакого представления, как игра будет играться. Кроме того, в одном из интервью разрабы опять же сами давали нам повод ожидать переноса, заявляя за пару месяцев до релиза, что у них тупо не готово хотя бы полчаса геймплея, чтобы его показать. Какой тут вообще может быть скорый релиз? И вот игру всё-таки переносят с 26 февраля на 4 апреля. Этого недостаточно. Это не то. То есть чуть больше, чем на один месяц. Вы что, реально поверили, что за месяц они что-то допили? Моё мнение тут такое. Надо было переносить игру на 1 апреля, потом все предзаказавшие её скачивают, а там... Славянский зажим яйцами. Это было бы хотя бы смешно, а не грустно. Продолжим по поводу переноса игры. В ролике максимально почитаемого мной Дрюза, я просмуту, он высказал очень правильное мнение. За 2 года невозможно сделать качественную и добротную игру с нуля. Даже игру категории B со скромным бюджетом. Поэтому перенос игры на 1 месяц по сути не меняет ничего. Они даже полчаса геймплея не успеют подготовить за это время. Поэтому тут я думаю так, либо будет ещё один перенос, либо нам выкатит какой-то неиграбельный и неготовый кал. Однако я могу и ошибаться. И знаете почему? Потому что разрабы внезапно сделали кое-что, за что им надо респектануть. Ну, пока не сделали, а только пообещали сделать. В общем, они сказали, что перед релизом появится демо-версия игры. Некая обучающая версия, где у нас будет экскурсия по Москве. Я много раз говорил, что если разраб выпускает демо-версию, за это можно реально респектовать. Так как там можно проверить, как игра будет работать над в МПК, как управляется персонаж, посмотреть на часть геймплея, чтобы определиться, стоит ли вообще тебе эту игру покупать. Это реально очень хорошее и честное решение. И именно поэтому я ещё раз призываю вас не предзаказывать игру, пока вы не попробуете хотя бы демо-версию. Правда, тут меня снова терзают смутные сомнения. Возможно, демо-версия будет просто прогулкой по локации без геймплея. Ну, либо игру просто перенесут на год и выпустят демо-версию через несколько месяцев. В общем, тут поживём-увидим, но я реально буду очень респектовать разрабам, если они выполнят это своё обещание. А сейчас давайте обсудим новые геймплейные ролики игры. Для начала я снова хочу похвалить разработчиков. В этот раз за то, что с момента старта так называемой рекламной кампании они впервые выпустили ролик, где игра не выглядит как кусок говна. В нём наш герой вальяжно идёт по довольно оживлённой пристани в Нижнем Новгороде. И всё выглядит вроде бы неплохо. Особенно по сравнению с предыдущими роликами, которые демонстрировали нам разрабы. И если вдруг вы тут снова подумали, что без косяков не обошлось, то... Вы правы. Первое, что бросалось в глаза, конечно, факелы, которые, во-первых, горели днём, а во-вторых, выглядели просто отвратительно, так как, видимо, на это не рассчитаны. Второе, в первых же кадрах были одинаковые NPC, и, видимо, их разнообразием игра не блещет. И да, мы это уже встречали ранее, в том же Ведьмаке. Ну это же рекламный материал, но можно хотя бы тут этот недостаток так явно не показывать. Кроме всего этого, игроки обратили внимание на странное поведение теней и то, что никто по факту в ролике даже не разговаривает, а просто машет руками. И от себя скажу так, прогресс тут есть по сравнению с предыдущими роликами. Видно, что игра реально не так плохо выглядит, как я думал. Однако, видно ещё кучу косяков, и то, что разработчики позволяют их себе в рекламных материалах, говорит лично мне о том, что возможно, ну вот только возможно, они не совсем ответственно подходят к своей работе. Даже у The Day Before были отличные трейлеры, но при этом игра казалась страшным калом и ночным кошмаром. А тут косяки уже в трейлерах. Разрабы, кстати, ответили на эту критику типичной отмазкой, что, мол, это старый билд, и показали сразу новый ролик, где факел уже днём не горят. А ещё нет никаких людей, да. Оставлю это всё без комментариев, короче, выводы делайте сами. Ну и давайте вернёмся к боевой системе, которую обещали сделать не такой ужасной, как в Ведьмаке. Нам показали новые ролики этой боевой системы, и... Ну это пи***ц какой-то просто, ну сколько можно? Хвалённую боёвку, которую обещали сделать лучше, чем в Ведьмаке, тут не видно от слова совсем. Импакта от оружия нет, анимации кривые, видно, что есть некое подобие стойк из Гостов Тушима. Но выглядит всё это крайне несуразно и совершенно не готово к релизу. И разработчикам точно не хватит одного месяца, чтобы это допилить. Я не понимаю, зачем разработчики снова демонстрируют, как у них всё плохо, я реально не понимаю эту стратегию. После громких заявлений о том, что такой чудовищной боёвки, как в Ведьмаке, у нас точно не будет, они показывают вот это. Хотя, может, они, конечно, имели в виду, что такой чудовищной боёвки, как в Ведьмаке, у нас не будет, у нас будет вот прям тотальный пи***ц. Я, как почитатель соус-боёвки, сам не считаю, что в Ведьмаке какая-то прям мега-крутая боёвка, но она, как минимум, хорошая, особенно для сюжетно-ориентированной игры. Поэтому разработчикам лучше бы не разбрасываться фразами про чудовищную боёвку Ведьмака, пока они не закончат свою. Это так, дружеский совет просто. И, кстати, я слышал, что одна из существующих в игре боевых стойк будет доступна только тем, кто сделал предзаказ. Ну что это за пи***ц такой? Ну как это может быть в 21 веке? Для меня лично тут, возможно, только два варианта. Либо разработчики ловят флэшбэки со своего мобильного прошлого и решили кинуть через хуй тех, кто не поддержал их рублём до релиза, но при этом купил игру дороже. И просто не дать им, таким нерешительным, часть геймплейных механик. Это имх полный трэш. Ну, либо боевые стойки в игре совсем не играют никакой геймплейной роли и выполняют лишь косметическое оформление боёвки. По факту влияет только на анимации. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Ну и ещё немного из забавного. Наша патриотическая игра будет доступна для предзаказа за рубежом. Вот, правильно, пусть эти релокарты проклятые поиграют проникнуться и приедут обратно на родину берёзки целовать и царю батюшки кланяться. Или эти западенцы пусть покупают просвещается русская история. Хотя нет, в игре будет доступен только русский язык. Вот это я понимаю патриотичненько. Да и правильно, зачем других просвещать и рассказывать им нашу российскую историю? Пусть сами разбираются. Просвещать надо только наших, которые её, видимо, не знают совсем. Я всё правильно понял? Кстати, для этого предзаказа из-за границы в любом случае понадобится российская карта и аккаунт ВК Плей. Так, погодите, значит, для того, чтобы предзаказать игру за рубежом, вам в любом случае понадобится аккаунт ВК Плей, и там вы должны заплатить российской картой. А почему это называется открытием предзаказа за рубежом? Ничего не понимаю. Кроме того, разрабы в целом периодически навали от какого-то лютого кринжа. Например, недавний пост в группе ВК, который говорит, что теперь у группы новый комьюнити менеджер. И если старый поносил боёвку у ведьмака, то новый решил, что надо банить людей за вопросы, где геймплей. Великолепный план, Уолтер. Просто ахрененный, если я правильно понял. Или вот эти кринжовые интервью разрабов, где в одном месте они неуклюже пытаются обосновать привычные нам всем сундуки с исторической точки зрения. Кстати говоря, по свидетельствам историков, именно смутное время изобиловало огромным количеством кладов, и по этому параметру оно переплёвывает все остальные исторические периоды. Поэтому ситуация, что пошёл, свернул в лес и нашёл клад, вполне себе реалистичная. Другой просто выбирают какие-то странные выражения. А в каком-то образе ты будешь порхать вокруг противника. Чтобы были у меня крылья, улетел бы я и щебетал бы всю жизнь. А ещё, мне кажется, что директор компании Алексей Копцев, это отец Ферамира. Я, Копцев Алексей Станиславович, отец популярного видеоблогера Копцева Владислава Алексеевича, он же Ферамир. Короче, смотрю я на всё это, и прям какое-то странное ощущение, будто бы всё тут делается от лохов для лохов. Хотя, может, на самом деле лох тут я, и игра в апреле выйдет просто охуительный. Сомнительно, но окей. Ну серьёзно, ребят, это уже до смешного доходит. Я вот сейчас смонтирую видео, и вышел новый ролик рекламный, где показали жителей, ну, вернее, их анимации. И вроде кажется, что всё норм, но если повнимательнее присмотреться, то в ролике снова куча косяков. То женщина чешет воздух рядом с подмышкой. То вот эти два челика как-то максимально синхронизировались в матрице. То нам показывают какую-то модель шестнадцатого века, которая идёт по улице, как по подиуму. А это что за гревы у бедной коняшки? Ну почему всё так плохо-то опять? Я напоминаю, это рекламный материал. Эх, ладно, надо бы уже ролик заканчивать. Короче, давайте подведём итоги. У игры всё ещё нет нормальной демонстрации геймплея. У игры всё ещё плохая, неготовая боёвка. Игру перенесли всего на один месяц, и этого явно не хватит, чтобы доработать всю ту сырость, что мы видим в рекламных материалах. К самим рекламным материалам отношение такое, будто разрабам абсолютно плевать на свою игру, будто бы они совсем не переживают за имидж этой игры и свою репутацию. И среди всего этого дерьма единственное хорошее, что можно отметить, это, конечно, обещание выпуска демоверсии. Поэтому, ребята, оставайтесь с холодным разумом, дождитесь хотя бы демки, если она, конечно, вообще будет. Поиграйте в неё и там решите. Кроме того, я уверен, что будут ещё переносы, если, конечно, разрабы могут себе это позволить и им реально не насрать на свой проект и то, каким он получится. Ну, либо мы ждём релиза в апреле и готовимся ловить дикий рофл. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, я вообще-то в прошлом ролике говорил, что очень хочется записать что-то позитивное, но вот вышло видео про смуту, слишком много было новостей, не смог я удержаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, приходите к нам на Twitch в телегу, а на сегодня это всё. С вами был Бародёр 120 ГБ, жёстких всем респектов, йоу!